Здравствуйте! Это «Между строк», подкаст о поэзии, в котором мы говорим о самых замечательных стихах, написанных по-русски. Один выпуск, одно стихотворение. С вами Лев Аборин, и сегодня мы говорим о Владиславе Ходосевиче. Сегодня у нас в гостях, ну, как сказать, в гостях. У нас практически у себя дома, в нашей студии, Варвара Бабицкая, редактор «Полки», моя коллега по сайту «Полка» и большая любительница Владислава Ходосевича. Варя, здравствуй! Привет! И мы сегодня решили говорить о стихотворении, которое нам одновременно пришло в голову, стоило нам упомянуть фамилию Ходосевича. Так получилось. То ли это самое важное стихотворение Ходосевича, то ли оно самое важное для нас. Попробуем, может быть, как-то это понять под конец. Но стихотворение — это баллада 1925 года. Указать год важно, потому что у Ходосевича два стихотворения с названием «Баллада», и то, о котором мы будем говорить сегодня, оно второе из них по времени написания. Я думаю, Варя, тебе будет приятно прочитать стихотворение «Баллада». С удовольствием. Мне невозможно быть собой, Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Идет без руки в синема. Мне Лиру ангел подает, Мне мир прозрачен, как стекло, А он сейчас разинет рот, Перед идиотствами шарло, За что свой незаметный век Влачит в неравенстве таком Беззлобный смирный человек С опустошенным рукавом. Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Без руки прочь из синема Идет по улице домой. Ременной бичи я достаю С протяжным окриком тогда, И ангелов наотмашь бью, И ангелы сквозь провода Взлетают в городскую ввысь Так с винетийских площадей Пугливо голуби неслись От ног возлюбленной моей. Тогда, прилично шляпу сняв, К безрукому я подхожу, Тихонько трогаю рукав И речь такую завожу. Пардон, месье, когда в аду За жизнь надменную мою Я казнь достойную найду, А вы с супругой в раю Спокойно будете витать И удоль земную созерцать, Напевы дивные внимать, Крылами белыми сиять. Тогда с прохладнейших высот Мне бросьте перышко одно, Пускай снежинка упадет На грудь спаленную оно. Стоит без руки предо мной И улыбается слегка, И удаляется с женой Не приподнявши котелка. Стихотворение, в котором Очень много каких-то вещей, Требующих пояснений, О которых хочется долго разговаривать, И, наверное, мы этот разговор Так и построим, Как разговор о важнейших мотивах Этого стихотворения. Да, здесь появляется И довольно неожиданная На наш сегодняшний слух Недовисть к кино. Здесь появляется фигура Безрукова, И о том, что это за без руки, Стоит сказать отдельно. Здесь появляется Венеция, которая вплывает в это стихотворение Как внезапное воспоминание. Но, наверное, первым делом нужно сказать, Что дело происходит в другом замечательном европейском городе, В Париже, где Ходосевич жил уже долгое время к этому моменту. Может быть, немного биографического контекста нам тут не повредит. Ну да, Ходосевич оказался в Париже не сразу в своей мигрантской жизни. Он в 22-м году бежал фактически из Петербурга. И в этом его решении были мотивы не столько политические даже, Или не только политические, а скорее личные. Поскольку он резко переменил свою любовную, семейную жизнь, Умыкнув, как тогда шутили, некую грузинскую княжну, То есть Нину Берберову, ПТСу тогда молодую, Ради которой... Замечательная прозаика и мемуаристку. Да, оставившую о нем невероятно ценное свидетельство. Курсив мой, да, ее книжка называется. Она очень сильно пережила Ходосевича. В то время он, бежав из Петербурга справа, приехал в Берлин. Формально считалось, что Ходосевич едет на лечение Аберберова учиться. Оттуда они перебирались в Прагу, затем объехали, по-моему, половину Европы. Жили у Горького в Соренто, по приглашению Горького. И, в конце концов, наконец, осели в Париже. Жизнь эта была не очень-то веселая для Ходосевича. Нужно заметить, что стихотворение, которое мы сейчас обсуждаем, оно написано в 1925 году. Оно вошло в последний его стихотворный сборник «Европейская ночь», вышедший в 1927 году в составе собрания его стихов. И это был последний его сборник. Когда стихи он писал и после него, не так уже много. Но, в общем, Ходосевич уже человек довольно усталый, жизнь нелегка, он хворает. Да, и что важно, в 1925 году, когда, собственно, эти стихи написаны, он окончательно понимает, что он не сможет вернуться в Россию, что это его спонтанное решение было окончательным, поскольку его обвинила советская пресса в Белогвардейщине за его фильетоны о советских писателях, собственно говоря, за рецензии на книжки советских писателей, очевидно, недружелюбные, и статью о деятельности ГПУ. Тут нужно пояснить, наверное, что в 1920-е годы эти границы между Советской Россией и эмиграцией еще вполне проницаемы. Люди ездят туда-сюда. Да, существует в Берлине издательство «Петрополис», которое издает и советских авторов, и авторов уже точно решили эмигрировать. И даже где-то до первой половины 30-х годов эта дверь не закрывается. Еще в 1933-1934 году Пастернак оказывается в последний раз в Европе. Окончательный железный занавес падает где-то в середине 30-х. Ну да, и мы знаем, что какие-то поздние попытки возвращения писателей и поэтов русских в Советский Союз часто не заканчивались для них добром, что для Цветаевой, например, что для Горького самого. Да, и, конечно, об этом помнили эмигранты, когда после уже победы во Второй мировой войне советские эмиссары приезжали звать их снова на родину. В частности, была такая несколько анекдотическая встреча Симонова с Буниным. Но это мы уже совсем отвлекаемся. Ходосевича уже не было в живых к тому времени. Да, речь о том, что эсхатологические несколько мотивов, которые в этой балладе звучат, они, конечно, не случайны. Они вообще отражают некоторую усталость и страх, который Ходосевич испытывает перед будущим. Ну вот по поводу усталости и страха и по поводу других не очень приятных чувств, некого такого рессентимента и гнева, всё-таки непонятно, почему кино вызывает здесь такое раздражение. Может быть, мы несколько слов об этом скажем. Ведь Ходосевич о кино довольно много думал. Мы знаем, что он его посещал, потому что в его дневниках довольно часто фигурируют какие-то походы в кинематограф. Вот это самое «Синема», как ты красиво по-французски сказала. И его программный текст о кино написан в 1926 году, уже после стихотворения «Баллада». Это статья под названием «О кинематографе». Может быть, я сейчас прочитаю из неё отрывок, и станет понятно, как Ходосевич к кино относился. Дело в том, что в то время в эмигрантской культуре шёл о кино такой настоящий диспут, ну, понятно, разветвлённый на разные издания и продолженный во времени, но существовала такая партия, скорее, синефильская, и в свою очередь существовали люди, которые считали кино каким-то антиискусством. В частности, это был друг Ходосевича, замечательный искусствовед Павел Муратов. И тут я позволю себе опять вернуть немножко контекста. Дело в том, что Муратов в статье, ответом на которую и стала статья Ходосевича о кинематографе, объявил кино антиискусством. Кинематограф, как художественный медиа, в принципе, у него ассоциировался, ну, вполне справедливо, с левым искусством, с искусством авангарда, которую он, понятное дело, отрицал. Да, а Ходосевич, в свою очередь, говорит, что если с левого искусства снять какую-то там шелуху, будь она там идеологическая или формальная, обнажится некое здравое зерно. Но в то время как в кинематографе, по мнению Ходосевича, вообще этого зерна нет. Это такое медиа исключительно на потребу развлечениям. Ходосевич проводит такую грань между искусством и кинематографом. Искусство, по его словам, требует известных культурных навыков. Прежде всего, сознательной воле к слиянию с художником в едином творческом акте. Затем умение в этом акте соучаствовать, то есть некоторого духовного опыта, приближающегося к религиозному и требующего готовности потрудиться вместе с художником для утоления духовной жажды. Но тут в сторону надо заметить, что и сейчас теоретики искусства говорят нечто подобное о любом искусстве, которое требует сотворчества, творческого соучастия того, кто на него смотрит. Это, пишет Ходосевич, основной родовой признак всякого искусства, старого и нового, левого и правого. Вот этого признака кинематограф и не имеет. Вот отсутствием его он и разнится от всех возможных искусств, и именно благодаря этому обстоятельству он имеет такой всемирный успех. Я этим еще вовсе не хочу сказать, что кинематограф пошел по природе, но я хочу сказать, что не родившись от пошлости, он родился от другой, столь же универсальной причины, от трудовой усталости. Что это значит? Что человек, изнеможденный каждодневным трудом, как он может себя развлечь? Ну, как еще Булгаков писал в «Собачье сердце», а кинематограф для женщины единственное утешение в жизни? Ну, не только для женщины, а вообще для любого тяжело работающего человека, не для буржуа, скорее, для пролетария. Вот для такого человека, как этот безрукий, о котором мы вскоре еще поговорим, это единственная такая отдушина. В этом качестве она и генерирует какие-то самые примитивные способы развлечь. Идиотство Шарло. Что это такое? Это, разумеется, Чарли Чаплин. Да, Шарло по-французски, да. Французское наименование Чарли Чаплина. Тут я хочу еще добавить из этой же замечательной статьи, что человек утешается кино, поскольку кино не требует труда, в отличие от искусства. То есть человеку, уставшему на работе, нужен нетрудозатратный досуг. В этом Катасевичу можно было бы упрекнуть в определенном лицемерии, поскольку для него самого искусство и составляет его труд. Он трудится целый день, а по вечерам, по воспоминаниям той же Берберовой, да и вообще это был ни от кого не секрет, он отправляется на Манмартер, или играет в карты до утра, или, опять же, идет в кино. Да, он прекрасно все это кино знал, которое он с таким презрением описывает. Он давал себе этот самый отдых, необходимый всякому человеку, но от человека, совершенно лишенного его, например, инструментария для восприятия искусства, для которого это еще больший труд, возможно, он требовал, чтобы этот человек обходился без отдыха вовсе таким образом, потому что поработав... Творчески работал. Да, поработав физически, он должен... Пойти на выставку и поработать там еще и духовно. Это, конечно, забавный момент. Другое дело, что как только мы начинаем в это стихотворение немножко вглядываться, оказывается, что и кино тут немножко не настолько прямолинейно выражено. В частности, в прошлом году вышла замечательная статья филолога Артема Скворцова, которая так и называется «Пред идиотствами Шарло» «Кходосевич и кинематограф». Там Скворцов рассказывает биографически все, что можно узнать об отношениях Ходосевича с кино, как он проводил время, куда он ходил, и говорит о кинематографичности некоторых его текстов, в том числе и очень известных. Например, стихотворение «Берлинское», там, где Ходосевич пишет «Я с отвращением узнаю отрубленную неживую ночную голову мою». Да вот это, по мнению Скворцова, стихотворение построено как такое постепенное наползание камеры сквозь несколько фильтров, сквозь несколько стекол, такая кинематографическая игра. А другая баллада, о которой мы тоже сегодня еще поговорим, баллада 21-го года, по мнению Скворцова, выглядит, как если бы камера объезжала снимаемый план по кругу, делала вот этот 360-градусный обзор. Прием очень модный в современном кино, но в кинематографе эпохи Ходосевича ничего подобного не было, так что здесь мы, может быть, имеем дело с исследовательским анахронизмом. Так вот, Скворцов делает обоснованное, по-моему, предположение, какое именно произведение кинематографа, какую именно ленту будет смотреть этот несчастный безрукий. Может быть, Варь, ты зачитаешь это место? Да, Скворцов пишет, что исходя из устройства баллада и системы ее внутренних оппозиций, к этим оппозициям, замечусь в скобках сразу, мы вернемся, это любимые мотивы Ходосевича, например, ад и рай, гордыня и простота, вдохновение и какая-то интеллектуальная невинность. Это была ремарка в сторону. Так вот, пишет нам Скворцов. И засходя из устройства баллады и системы ее внутренних оппозиций, можно выдвинуть гипотезу, какой именно фильм Чаплина видели герои. Это «Малыш» 21-го года. В этой ленте, ближе к финалу, есть эпизод сна главного героя, где он вместе со своим воспитанником попадает в рай, становится ангелом и летает. Сцена, разумеется, пародийна. Обычная улица в бедном квартале, где живут персонажи, оказывается наспех задекорирована под пародиз. И даже ангельские атрибуты, белые балахонные крылья, демонстративно надеты поверх их повседневной одежды. У бродяги и его премьемного сына это крайне ободранные обноски. Интересно, что в эпизоде есть мотив одного падающего перышка. Малыш поначалу щекочет им ноздр спящего приемного отца, а затем бросает. И даже мотив агрессии против ангела. Крылатый полицейский подстреливает нарушившего райский порядок ангела-бродягу. Да, все в точности, как, собственно, в балладе, когда сначала возникает вот этот образ ангелов, и эти ангелы в фильме Малыш очень травестированы. Возможно, еще и это вызывает раздражение Ходосевича. А потом он как бы смиряется с этой пародийностью и обращается тогда с прохладнейших высот. Нет, бросьте перышко одно, пускай снежинка и упадет на грудь спаленную оно. Здесь, конечно, вообще уместно поговорить об ангелах у Ходосевича, но я бы перед этим хотел еще последний раз сказать о ненависти к кинематографу. Дело в том, что, конечно, в искусстве, помнившем еще как никакого кинематографа не было, это новая медиа вызывала большое недоверие. В статье над Пинкертон и современной литературы Корней Чуковский точно так же не видит, каким образом кинематограф, этот пошлый кинематограф, может стать искусством. Для него это тоже такое площадное развлечение. Он описывает там некий фильм, в котором показывается, как соревнуются тещи, которые прыгают в мешках, как-то, в общем, очень комично падают и так далее. В филигетонах Аверченко о кино мы встречаем точно такой же смех над комедийными персонажами там показываемый. Не тот здоровый смех, которым сейчас будет смеяться безрукий над гримасами Чарли Чаплина, а такой смех надменный, смех разочарованного интеллигента. Даже в более позднее время, уже когда тот, когда Севич признает, что кино может таки быть искусством, ну просто потому, что действительно сняты уже замечательные фильмы, совсем не поясничающие актеры, там разыгрывают вполне глубокие драмы. Давай все-таки поясним, что фильмы с Чарли Чаплином мы тоже считаем многие совершенно замечательные. Больше того, и фильм «Малыш» блистательный фильм и, может быть, один из самых известных наряду с «Огнями большого города». Ну и Ходосевич не дожил там до фильма «Великий диктатор», который совсем уже блистателен по тому, каким образом вот эта буфонная комедия там сочетается с абсолютно ясным гуманистическим антифашистским посылом. Мы сейчас в это, опять же, не будем углубляться, я просто вспомнил еще одно стихотворение поэта, ну, не очень похожего на Ходосевича, но примыкающего тоже к такой школе ясного, акмеистичного, что ли, письма. Мы будем называть, опять-таки, конечно, Ходосевича акмеистом, ему бы это не понравилось, да, он все-таки был такой неоклассик, скорее, в сторону Пушкина и Державина, даже в балладе это чувствуется. Но вот стихотворение Арсения Тарковского, написанное в конце 30-х и тоже выражающее такие же недвусмысленно неприязненные чувства по отношению к фильмам. Я, как мальчишка, убежал в кино. Касая тень, легла на полотно, и я подумал, мне покоя нет. Как бабочка трещал зеленый свет. И я увидел двухэтажный дом с отворенным на улицу окном, кохочущую куклу за окном, с коротким носом над порочным ртом. А тощий веслоусый идиот коротенького за руку ведет, другой рукой утрет себе живот, а коротышка ляжками трясет. Тут кукла льет помои из окна и прыгает от радости она. И холодно, и гадко дуракам, и грязный жир стекает по щекам, и стыдно мне, когда другого в рот целует сердобольный идиот. И пат смешон, и паташон смешон, но пату не изменит паташон. И тошно мне, и голова болит, куда мне скрыться от моих обид? Пат и паташон датский комедийный дуэт, очень популярный в двадцатые и тридцатые годы. Здесь надо сказать, что с балладой Ходосевича это стихотворение Тарковского гораздо более, скажем так, бедно и эмоционально, многое роднит. Во-первых, здесь тоже есть такой киноэкфросис, когда часть фильма или весь фильм пересказывается в стихах. Вообще, в поэзии о кинематографе, которая с тех пор расцвела пышным цветом, это такой постоянный прием. Стихи пересказывают фильмы, и это такой легитимный способ обращения с киноматериалом. Но кроме этого, мы здесь видим, опять-таки, и отвращение к идиотствам комиков, который выражается даже на уровне рифмы. Мы замечаем, что Тарковский вдруг переходит на такой монорим, на рифму, на одно и то же созвучие. И заметим, что в стихотворении Ходосевича этот прием тоже встречается, и просто, когда читаешь эти стихотворения, одну его строфу оказывается читать утомительно и скучно, я бы сказала, просто поэтически. Это описание райской жизни, которая у него встречается, райской жизни, которая ожидает невинного Безрукова и его жену. Да, там появляется бедная рифма на одно и то же созвучие. Прочитаем эту строфу. Спокойно будете витать, юдоль земную созерцать, напевы дивные внимать, крылами белыми сиять. Мало того, что рифма одна и то же, оно еще и глагольное, что еще с пушкинских времен считалось признаком ну, такого поэтического бессилия. Ходосевич, который был блистательным именно с точки зрения версификации, с точки зрения управления вот этой стихотворной стихией, конечно, не мог сделать это случайно. В чем же дело и почему, когда мы говорим про рай, внезапно окажется, что других рифм к нему мы подобрать не можем? Да, это одна из самых, я бы сказала, постоянных мыслей, постоянных образов вообще в стихах Ходосевича, которые у него просто пронизывают все его книжки. это мотив рая и ангелов, его обитателей и посланцев. И мотив этот почему-то довольно часто связан с мотивом, как выразился, скворцов, насилия по отношению к ангелам или агрессии. Агрессии по отношению к ангелам. Действительно, с ангелами он не церемонится, он бьет их бичом, но, с другой стороны, и ангелы не церемонятся с ним. Вот. И, ну, тут есть понятный претекст, про который, давайте уж я скажу битым словом, это пушкинский пророк. Дело в том, что у Ходосевича вот этот вот мотив обретения поэтического дара или способности воспринимать высокое искусство, которому у него противостоит вот это вот массовое механистическое неискусство. Так вот этот талант приобретается в его картине мира в результате мучительной хирургической операции. Это нас... Мы помним, да, что встречает герой Секройния пророк на перепуте, то есть на перекрёстке дорог шестикрылого Серафима. Вот. И этот Серафим с ним производит ряд манипуляций, но нас интересуют последние. А именно, Илон Кустаммаем преник и вырвал грешный мой язык и прознословный и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнём, во грудь отверстие водвинул. То есть это такое убийство к воскресенью, да? Старый человек перестаёт существовать, лишённый и языка, и сердца. Возникает, воскресает новый человек-пророк. Этот мотив из стихотворения «Пророк», из пушкинского стихотворения, он в очень разных видах проявляется у Ходосевича. То есть ангелы сами проявляют, скажем так, агрессию, да? По отношению к ним проявляется агрессия. Иногда в роли этого шестикрылого Серафима выступает сам лирический герой, лирическое «Я», как, например, в более раннем стихотворении 22-го года. Оно короткое, я просто могу его прочитать. «Не верю в красоту земную, и здешней правды не хочу, и ту, которую целую простому счастью, не учу. По нежной плоти человечьей мой нож проводит алый жгут, пусть мною целованные плечи опять крылами прорастут». И вот эта жертва, которая приносится высшей цели, высшему восприятию, жертва, путём которой открывается канал восприятия, что ли, новый, она и создаёт полноту существования, собственно говоря. И отсюда сложное отношение Ходосевича с Раем. Да, в ранних его стихах Рай такой, как показывает исследователь Елена Куликова, статичный, и он использует странное для Рая слово напряжённый в сборнике «Счастливый домик» в стихотворении Рай. И чем дальше, тем эта напряжённость больше волнует Ходосевича, тем больше ему хочется, чтобы Рай как раз не был статичным, и с ним что-то произошло. «Переполох в Раю» это ещё один такой модернистский мотив. Да, мы можем вспомнить Маяковского, которого Ходосевич ненавидел, с его «Мистерии буф», но однако Маяковский и в «Мистерии буфа» ещё раньше в «Облаке в штанах» устраивает в Раю настоящий кавардак. Но вот если говорить про кавардак и прочее, мы вспоминаем, что вот буквально какой-то такой комический переполох возникает у Ходосевича в стихотворении «Нынче день такой забавный». Дальше там описывается такая буфонада. «От возниц, что было сил, конь умчался своей нравной, мальчик змей свой упустил, вор цыплёнку утащил, без носа Николавна». То есть перед ним разворачивается такая комическая уличная жизнь, которая, очевидно, оживляет. Ну вот это и есть комическая уличная жизнь, которая противоположна существованию самого поэта, который этим несколько развлечён, но когда переполох оканчивается, он с облегчением, ну можно себе представить, бытовую канву, возвращается к своим прерванным трудам, замечая при этом «Восстаёт мой тихий ад в стройности первоначальной». Мы понимаем, что он называет это адом, но это для него гораздо более предпочтительное состояние. Да, но иногда он даже сам производит этот «Квардак», опять-таки в связи с ангелами можно вспомнить замечательное стихотворение «Музыка», где рассказывается о том, что он видит купол дома, как будто крылья ангелов гигантских, и маленьким таким вдруг оказался дородный мой сосед Сергей Иванович. Дальше, выходя к этому Сергею Ивановичу, Ходосевич разыгрывает сценку фактически абориутскую. Да, я хотела сказать, это как у Хармса тюк просто буквально. И Сергей Иванович и герой стихотворения вместе колют дрова, вскоре надоедает мне колоть, я выпрямляюсь и говорю, постойте-ка минутку, как будто музыка. Сергей Иванович перестает работать, голову слегка приподнимает, ничего не слышит, но слушает старательно. Должно быть, вам показалось, говорит он. Что вы? Да вы прислушаетесь, так ясно слышно. И вот здесь уже хаос достигается именно путем выдумывания гармонии. Никакого музыки, никакого ангельского пения на самом деле Ходосевич не слышит или, по крайней мере, не хочет нам сказать, что он ее слышит, потому что мы сами читали только что, что ему и ангел лиру подает, и мир прозрачен, как стекло, и вообще он всюду слышит музыку сфер. Штука в том, что Сергей Иванович ее услышать не может, ровно так же, как и безрукие. Стихотворение музыки тоже такое немножечко лукавое, с двойным дном. Вот, да, ангелов на самом деле действительно можно услышать, и Ходосевич как бы не оставляет сомнения, что ему-то «Ангелы внятны и видны». В первой балладе, о которой мы собирались еще сегодня поговорить, возникает та же самая хирургическая операция. «И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое, и узкое, узкое, узкое пронзает меня лезвие». Это происходит после того, как герой стихотворения думает о своей нищей, убогой жизни. Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей, смотрю в штукатурное небо, на солнце в шестнадцать свечей. И вот, когда он начинает петь, и его самого завораживает созданный им ритм, как раз какое-то чье-то лезвие его пронзает, и в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает. Кто такой этот кто-то? Ответ будет дан через четыре года. Мне лиру ангел подает. Да, то есть, в любом случае, если это и не ангел, то там это Серафим или какое-то другое надмирное существо, наделяющее героя стихотворения пророческим, поэтическим даром. И нет штукатурного неба, и солнца в шестнадцать свечей, на гладкие черные скалы стопы опирает Орфей. Да, это слово Орфей даже отделено в стихотворении Тире, чтобы уж совсем обособиться от вот этого несчастного штукатурного мира. Но надо, однако, заметить, что если бы оппозиция была устроена так просто, есть гордый гений и человек, влачащий свои дни в неравенстве и темноте. То есть, несчастные безрукие. Да, да. Мы, возможно, не обсуждали бы это стихотворение так подробно. Это такая вполне привычная романтическая коллизия. Да, романтическая коллизия. И вот, перед нами маленький человек, который идет, значит, смотреть русского дурака филатку, как писал Гугль в записках сумасшедшего. В самом деле, наверное, тут все немножечко сложнее. Но обратите внимание, что в первой балладе он начинает в результате, как мы говорим, хирургической операции смотреть большими, новыми глазами на мир. Глазами, быть может, змеи. Эта змея, ведь у него тоже постоянная способ самоописания. Жало мудрые змеи у Пушкина, а у Ходосевича он сам себя аттестует как всезнающего, как змея в знаменитом стихотворении «Перед зеркалом». При этом жёлто-серого полуседого и всезнающего, как змея. Давай прочитаем. «Я, я, я, что за дикое слово? Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого жёлто-серого полуседого и всезнающего, как змея?» Да, действительно, это такое внезапное антиепифания озарения перед зеркалом. Господи, что же это передо мной? Но, с другой стороны, в этом ужасе есть и странное болезненное любование. Любование есть, но, как мы помним, вот это стихотворение «Я, я, я» оно же продолжается самовопрошанием. «Разве мальчик в останке, не летом танцевавший на дачных балах? Это я, тот, что каждым ответом желторотному внушает поэтам отвращение, злобу и страх?» Он противопоставляет свою нынешнюю мудрость своей утраченной невинности, можно сказать, ровно возвращаясь к той же коллизии. И в этой ситуации он недоволен таким обменом. Да, он недоволен таким ответом, да и ангелы, которые подают ему Лиру, оказывается, тоже в этом как-то виноваты. Может быть, именно потому, что он, вот этот надменный внушающий страх, своей надменностью ничего хорошего не заслужит. Простодушный безрукий, который идет смотреть на Идиос то Шарло, он-то станет ангелом. Не получается ли, что Кадасевич начинает избивать вот этих ангелов, да и приравнивает их к каким-то глупым голубям, которые когда-то неслись от ног его возлюбленной в Венеции, ровно потому, что они своим даром вводят его в искушение, в искушение неравенства? Ну, это, конечно, вопрос трактовок. Я поняла это место немного иначе. Это же ситуация богоборчества такая постоянная. Он, с одной стороны, живет ради искусства, можем сказать так, но, с другой стороны, это тяжкое бремя, лира тяжелая, все это очень нелегко им дается. Голуби, я бы все-таки возразила, не глупые, а очень даже романтизированные. Они несутся от ног возлюбленной. Заметим, что это, конечно же, Нина Береберова, с которой Ходасевич имел очень напряженные интеллектуально в том числе отношения и даже отношения противостояния часто. Они придерживались разных эстетических взглядов. То есть это было нечто противоположное такому амебоидному сосуществованию безрукого с женой беременной, как оно показано Ходасевичем. Можно расценить это вспугивание ангелов бичом как попытку отказаться и смириться, отказаться от гордыни. Вы мне не нужны со своей лирой. Почему я об этом спрашиваю? Потому что я вспоминаю опять статью Елены Куликовой названием «Райский топос» в лирике Ходасевича, где она пишет, что неравенство в балладе подчеркнуто материально. Человек не сможет владеть даром ангела тяжелой лирой. Одной рукой ее не удержать. И здесь уже мы переходим к фигуре, к трагической фигуре безрукого, который не может, опять-таки, даже в силу своего увечья быть сопоставлен с поэтом. Действительно ли это так или это уже какая-то чрезмерная интерпретация? Ведь безрукий не виноват в том, что он безрукий. Больше того, его безрукость говорит скорее о том, что он был героем, что он получил свои увечья на поле сражения. Ведь очевидно, что в 20-е годы человек без руки скорее всего это инвалид, потерявший ее во время Первой мировой войны. И более того, мы можем сказать с уверенностью, что Ходосевич имеет в виду именно это, потому что еще год спустя он напишет еще один текст, который балладой не называется, но является. Это баллада Джонни Боттами, Портном. И там написано битым словом, что проклятие вечное себе, 14-й год. Портной идет на войну, бедный, кроткий человек, но никак не презираемый автором, надо заметить, живущий в любви, ладу и труде со своей женой в опрятном домике, уходит на войну и гибнет. И ему снарядом отрывает руку, которую находят и кладут ему в гроб, а гроб торжественно хоронят в аббатстве, создав нечто вроде прямой аналог могилы неизвестного солдата, как у нас. Ну, это не только у нас, это вообще распространенный вид кинотафы. Да, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Одна беда, руку-то ему положили не ту, руку положили ему плотничью, чужую. Макабрическая путаница, возможная на поле сражения. И он никак не может найти упокоение в этом раю, потому что, пусть говорит он, я какой-нибудь грешник и злодей, а плотник был святой, но невозможно мне никак лежать с его рукой, потому что она в мозолях, ею нельзя шить. И вообще она не его. Он, попадая в рай, там опять какой-то рай, какой-то нерайский. Не может там найти покой. И это как раз, кстати, город. Да, он не находит утешение, и больше того, ему отказывают даже в какой-то попытке найти утешение и утешить свою жену. Да, явиться к ней. Это странный рай. Да, он говорит, что нельзя ли мне спуститься и ей сказать, что, во-первых, это не чья-нибудь, а моя могила, и ты можешь прийти на ней поплакать, поскольку жена не хочет плакать над абстрактным, неизвестным солдатом. А где ее собственный муж похоронит, она не знает, и поэтому не находит утешение. А во-вторых, шепнуть ей заодно, чтобы руку-то вернули свою. И на что ему характерным образом отвечают? Что сходить на землю могут только грешные души. А душам праведным положено вкушать покой в райских селениях. Ну да, какой-то такой, получается, рай слишком нормированный, слишком казенный. Да, немножечко, может быть, даже напоминающий, как-то неанахронично, то, что потом будет в терке не на том свете, хотя мы не будем, конечно, равнять Твардовскому с Ходосевичем, но вот этот мотив неправильного рая, где все не так, да, где загробный мир еще хуже, чем мир земной, как-то тут прорывается. Я не исключаю, кстати, что если Ходосевич подряд пишет два стихотворения о безруком... Ну, с разницей в год, но все же. Ну да, с разницей в год, то это, возможно, навеяно какой-то реальной встречей, что вот такая встреча с ветераном была невыдумкой, действительно его поразила, и стихотворение, в общем, можно считать практически автобиографическим. Да, в балладе от Джонни Боттами можно увидеть, в частности, просто такую социальную критику или, шире сказать, гуманистический выкрик человека, живущего, как ему представляется, в бездушную, массовую, механизированную эпоху, да, потому что заканчивается эта баллада словами «Вселение света, дух его суров и умрачен, и на торжественный свой гроб смотреть не хочет он». То есть мы, конечно, говорим о огромном количестве безымянных жертв бессмысленной войны, и противопоставляем им ценность индивидуальности и отдельной человеческой жизни. И в этом случае наш, ну, скажем это в шести кавычках, маленький человек, Джон Боттам или безрукий. Опять-таки, фамилия Боттам означает «дно», то есть он находился где-то на как-то низших очевидно социальных ступенях, и фамилия эта резко противоречит его верхнему положению, положению в раю. В этом случае этот маленький как бы человек, он используется не как воплощение ну вот толпы, какой-то пошлости, бессмысленности существования и прочего всего, что можно, на первый взгляд, усмотреть в балладе про Безрукова, которая выглядит ужасно высокомерной, а он просто идеальная жертва. В каком-то смысле вот этот Безрукий, да, он у Ходосевича в балладе гораздо более сложные фигуры. Про этого Безрукова еще важный вопрос, почему он с беременной женой, почему важно, что жена беременна, почему так дважды Ходосевич подчеркивает это? Во-первых, это такой знак быта семейственности, благополучия такого человеческого, которого по определению поэт безбытный и одинокий во многом лишен. Это можно толковать как недоступное счастье, можно толковать как излишне приземленную, это все обычно в комплексе существует. Но на самом деле у Ходосевича есть этот мотив беременности, он часто означает как раз прорыв к новому бытию. У него в других стихах появляется вот женщина, которая кладет руку на грузно-пухнущий живот и чувствует в нем биение неведомого, биение другой жизни. То есть, на самом-то деле, возможно, эта деталь не принижающая, как бы, а возвышающая. Да, какая-то святость сообщается, и опять-таки с супругой в раю у супруга тоже. Да, хотя она к страданиям никак не причастна, к страданиям этого безрукого, она тоже попадет к нему вместе с ним в рай. И попадут не за страдания, а из-за смирения. Смирение их приведет в рай. Да, в качестве таких Филимона и Бавкиды в будущем, да? Конечно. И в этом противопоставлен им поэт, который именно надменность его, жизнь надменная его, ему рая не стяжает. Можно, я думаю, пояснить еще раз, что имеется в виду, конечно, что вот это нынешнее его высокомерие, которое он проявляет всем своим видом, всей своей позой, всеми словами, он прекрасно сознает, что он-то будет за него гореть в гиене огненной, и он просит вот этих людей, над которыми он только что, ну, если не смеялся, то как-то возвышал сам себя над ними, он просит стать его заступниками там, в райской жизни. Пускай снежинкой упадет на грудь спаленную оно. Здесь все ужасно, с одной стороны, мило, здесь используются уменьшительные суффиксы, перышко, снежинка. Да, вот это такая сказочная стихия, которая должна спасти говорящего в адском пламени. С другой стороны, грудь спаленная, может быть, не только, потому что она в адском пламени. Она, как мы помним, спалена шестикрылым серафимом, который вводвинул в нее уголь. Да, что здесь еще одна, оказывается, отсылка к пушкинскому пророку. Ну, хорошо, отсылки отсылками, и мы только что говорили о том, что Джон Боттам, не называясь балладой, на балладу очень похож, но почему же это стихотворение, да и предыдущая баллада, так названная Ходосевичем? Мы знаем, что баллада – это один из древних, средневековых жанров, что баллада подразумевает некоторый нарратив, рассказ о событиях, что в балладе обязательно некоторое двоемирие, то есть появление... Потустороннего. Потустороннего, да, наряду с бытовым, что в балладе часто рассказывается о подвигах и о жертвах. И, кроме того, да, по чисто поэтическому устройству в балладе довольно чисты повторы. Да, то, что называется рефрен, да, повтор одного и того же куплета, да, поскольку баллада была песенным жанром, подразумевается, что она и функционировала как песня. А можно посмотреть на текст Ходосевича с этой стороны, и мы увидим, что и повторы здесь имеются, в частности, вот эта двойная строфа, «Мне невозможно быть с собой, мне хочется сойти с ума», повторяется потом, «Мне хочется сойти с ума», когда с беременной женой, без руки и прочей, с синема идет по улице домой. Структура перевернута, да, но при этом мы понимаем, что это отголосок одной и той же темы. И больше того, она повторится и в последней строфе, и удаляется с женой, и слово «без руки» будет повторено еще раз. Таким образом, это как бы баллада о безруком. Мы вот эту часть определяющую опускаем здесь. Есть ли здесь потусторонние? Ну, конечно, самоочевидно. Да, вот эти ангелы, это, конечно, не всякие там черти из Шиллера или из Виланда, но очевидно, что они врываются в эту ткань обыденного и даже слишком обыденного и переводят стихотворение в какой-то надмирный пласт. А есть ли здесь песенность? То есть можем ли мы представить себе, что это поется? Я бы, честно говоря, с трудом, но я подумал тут еще, что интересен выбор Ходосевича, почему он стал все чаще обращаться, да, к этой архаической форме. И мне пришло в голову, что, возможно, это характерный выбор поэта в эпоху, в какой-то период, когда коллективное бессознательное начинает выходить на поверхность, как какая-то темная сила, ну, эпохи каких-то массовых движений, массовых истерий и чего-то подобного. Например, сейчас подобным уже, возможно, образом балладную форму выбирают для себя, скажем, Мария Степанова или Гуглев. Ну да, баллада, в принципе, она трансформируется, но не уходит из поэзии. То есть, как в советской поэзии баллада тоже популярна. Какая-нибудь баллада о прокуренном вагоне, да, это тоже вещь, так или иначе, отсылающая к вот этим балладным традициям еще средневековым. Баллада – это выразительное средство, адекватное какой-то эпохи массово-бессознательного. Да, мне кажется, что и баллада Ходосевича первая, которая «Сижу, освещаемый сверху», она как-то нанекает на свой собственный жанр уже самим упоминанием музыки в ней и пения. Да, баллада – это то, что я пою. Вот это такая, так называемая, автонимность, как это называется в лингвистике, когда нечто само себя называет. Я баллада, я поюсь. Я орфей. И не получается ли так, что вторая баллада Ходосевича, мне невозможно быть собой, а заглавлена баллада именно потому, что она отзывается на первую, на «Сижу, освещаемый сверху». И в той и в той балладе есть мотив болезненного наделения даром. Да, с одной стороны, мы получаем дар вместе с какой-то болью, и с другой стороны, боль продолжается, до таких доходит высот, что мы от этого дара хотим отказаться. И в той и в той балладе есть мотив исключительности. Я теперь не просто какой-то человек, сидящий в своей бедно обставленной комнате, я орфей. С другой стороны, во второй балладе мне лиру ангел подает, мне лир прозрачен, как стекло, но тут же за эту исключительность поэт расплачивается. Можно ли таким образом сказать, что мы присутствуем при диалоге двух стихотворений, называемых баллада, что второй называется так, ровно потому, что она говорит с первой? Это выглядит так, как будто Ходосевич сначала с некоторым максимализмом, вот описав эту ситуацию избранности, во второй балладе говорит, ну вообще-то, ребята, не все так однозначно, и расплата за это тяжела. На самом деле, там есть этот сквозной мотив простоты и бедности, и такой вполне человечности, он намечен уже в первой балладе, потому что там не один раз повторяется, как жалко себя и своих бедных вещей. То есть я тоже бедный, да? Как бы я бедный и вещи бедные, то есть этот вечный мир, он не вполне презираем, он вообще-то вызывает жалость и теплоту. Надо заметить, что просто маленький экскурс исторический, сижу освещаемый сверху, я в комнате круглой моей, это не выдумка, и не художественный, на самом-то деле, образ, это описание довольно точной комнаты в доме искусства, где жил Ходосевич, действительно, в Петрограде еще. Да, в Петрограде, жизнью действительно бесприютной весьма, обставленная его комната была, как он говорил, банально, но импозантно, какой-то случайной мебелью, оставшейся от прошлых использования этого помещения, и что комнаты эти, в том числе комнаты Ходосевича, отличались весьма причудливой формой иногда. Это так он, например, пишет, «Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Комната Михаила Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседние с ней обиталище Осипа Модельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как он сам». Это к тому, что давайте все-таки не будем Ходосевича демонизировать, ему многое человеческое не чуждо. И если об этом помнить, то, ну, в общем, стихотворение «Баллада», «Разбираем ли нам сегодня» предстоит выглядеть так уж скандалезно, так высокомерно и негуманно по отношению к бедному человеку с его ограниченными культурными запросами. Чтобы правильным образом понять «Балладу обезруком», нужно на самом деле держать в голове, что вообще нового в оболочке хорошо забытого старого, принес Ходосевич к современному поэзию, на самом-то деле, ведь он стоял в ней совершенно особняком. И если начинал он в сборнике «Молодость» еще под большим влиянием символистов, как отвечали многие, то, например, уже в втором сборнике с характерным таким сентиментальным названием «Счастливый домик» он совершенно другую линию начинает развивать, а именно такую новоархаическую линию Пушкина и Боротынского, в частности, Андрей Белый назвал стихи Ходосевича еще неизвестной задрадкой стихов Боротынского и Летютчева. Это линия гармонии и покоя, на самом деле, всего, что оказалось бы противоположно тому сумрачному высокомерному гению, который презирается своих высот ограниченного безрукого. И современники Ходосевича, критики, это прекрасно понимали, например, говоря о том же «Счастливом домике», Чулков, Георгий Чулков писал, что тот, кто понимает, что строгий пессеизм, именно так у Чулкова, обеспечивает нас, по крайней мере, от неряшливости распущенных модернистов, претендующих на будущее, должен оценить старомодную книжку Владислава Ходосевича, влюбленного, по-видимому, в светлый мир Пушкина и Фета, не менее, чем в наш сумеречный мир, тревожный и мучительный, и как будто умирающий в осенней лихорадке. Ну, под пессеизмом, вероятно, критик Чулков подразумевал пассеизм, то есть, да, нечто обращающееся к давно прошедшему, совсем старомодное, неактуальное. Ну да. И в этом свете, конечно, без руки с беременной женой и тихим своим счастьем перестает выглядеть такой уж карикатурой. Он действительно символизирует собой как бы мучительный вопрос, который поэт себе задает постоянно, ну, или, по крайней мере, его лирическое «я». Стоило ли оно того? Стоит ли вот это высшее наслаждение и смысл, которому дает искусство, высокомерие и пренебрежение к человеку и к человеческому? И, наконец, сам Ходосевич нам вполне дает ключ к пониманию этой баллады или, по крайней мере, направление, в котором стоит ее толковать в своем письме к тому же Чулкову, где он очень обижается на критика Пяста, который мало того, что обругал его книгу, тот же «Счастливый домик», написанный раньше, как мы помним, но это в данном случае несущественно, а который обругал его и ладно бы, говорит Ходосевич, он все понял и ругался. Я бы не обиделся и, заметим, в скобках, сам Ходосевич мог переплюнуть ягодом всякого и грешно ему было бы обижаться на критику. Сколько угодно злую. Но, говорит он, ведь Пяст ничего не понял, он упрекнул меня в презрении к невинному и простому. А я, говорит Ходосевич, всю книгу писал ради второго отдела, в котором решительно принял простое и малое и ему поклонился. Это презрение осуждено в той же книге. Как можно было этого не понять? Но, возможно, действительно, когда мы смотрим на балладу, мы понимаем, насколько амбивалентен вот этот образ самого говорящего и образ Безрукова, который он встретил. И это нам дает возможность посмотреть под другим углом на всю стратегию Ходосевича по отношению к другому в его поэзии. Да и не только в поэзии, а и в критике. Ведь Ходосевич, как известно, имел репутацию чрезвычайно ядовитого критика, в чьей крови, по выражению Виктора Шкловского, микроба не выживали. Но, возможно, эта репутация была бы преувеличена и даже несколько раздута им самим. Это был подкаст «Между строк», подкаст о русской поэзии. С вами были Варвара Бапицкая и Лев Аборин. Большое спасибо, Варя. До новых выпусков. Спасибо, Лёва. Субтитры подогнали Симон.